Несколько раз в выпусках новостей мы обращались к проблемной теме, волнующей жителей развилковского сельского поселения. Еще в октябре прошлого года руководство ЗАО совхоз имени Ленина лишило их возможности проезда сразу к нескольким населенным пунктам, расположенным в поселении. Деревня Ощерина и несколько садовых товариществ оказались отрезаны от общедоступной дорожной сети. Когда строился коттеджный городок Каспромовский, была устная договоренность между директором совхоза, был Рябцев Петр Зиновьевич, потом стал Павел Николаевич Грудинин. В ней газ какие-то деньги даже ему переслел за это. Все было хорошо до определенного времени. Жители поселения обратились за помощью к администрации Ленинского района, которая активно занимается решением этого вопроса. Действительно так получилось, что эта дорога находится на земельном участке, находящейся в частной собственности ЗАО совхоз имени Ленина. Для того, чтобы разрешить этот вопрос, администрация впервые в первом генеральном плане, который был утвержден спустя десяток лет, запроектировала расположение данной дороги, предусмотрела генеральным планом расположение данной дороги. К сожалению, собственник в лице ЗАО совхоз не соглашается с нашим предложением расположить дорогу там, где она существует и существовала все эти годы. Решение об утверждении генерального плана сейчас оспаривается в суде. Население отрезанных территорий считает необходимым вывести эту проблему в публичную плоскость и обращаются со своей бедой в различные инстанции. Коллективное письмо было отправлено в том числе и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В нем, кроме описания первоначальной проблемы, выявляется еще и очень любопытный факт того, что на заблокированной дороге появился шлагбаум и охранник, взимающий за проезд деньги, не выдавая при этом квитанции. Цитата из обращения. Как нам было объяснено, председателем СНТ «Парус» шлагбаум установила некая инициативная группа по требованию председателя ЗАО совхоз имени Ленина Грудинина Павла Николаевича, который поставил жителям условия, ограничивающие проезд по дороге. В коллективной жалобе также фигурирует объявленная совхозом цифра аренды в 10 миллионов рублей и поставлен вопрос о рассмотрении законности всех этих действий.